Всем привет, друзья! И ещё один чудесный день впереди у нас сегодня. A very nice day ahead, как говорят здесь англичане. Возможно, вы уже по заставке поняли, что сегодня у нас будет за тема. Первая – это, конечно же, вот этот вот персонаж знаменитый Бетти Буб. Остров Уайт не перестаёт удивлять меня. И вот снова я набрела на великолепное кафе здесь, которое полностью посвящено вот этой знаменитой Бетти Буб. И пока мы с вами будем смотреть, как выглядит это кафе, я вам немножко расскажу, что говорят об этом персонаже. Бетти Буб вне времени, как Супермен, Мэрилин Монро, Микки Маус или даже Луи Армстронг. Она стала неотъемлемой частью американской культуры с такой широкой привлекательностью, что её изображение можно найти где угодно – от гардероба маленького ребёнка до татуировок самых крутых байкеров. Каждое поколение за последние 85 лет воспринимало её очарование по-разному, но всех покорила Бетти Буб. И вот смотрите, какое великолепное кафе здесь открыто у нас. Оно новое, и это кафе англичане обожают тоже. Оно сейчас всё больше и больше становится популярным. Посмотрите, оно оформлено в стиле 50-х годов. Посмотрите на этого замечательного официанта, который также одет в форму официантов 50-х годов в Англии. И, кстати, помните, по-моему, песню Мэрилин Монро, которая была очень популярна и дала ей больше привлекательности и сексуальности. Так вот, она там пела как раз... Помните, как-то так у меня не очень получается, но вы вспомнили, да? Так вот, это именно эту постоянно песенку пела Бетти Буб. Ну, то есть я имею в виду, что её озвучивала певица Хеллен Кейн. Вот здесь на фотографии эта певица. И многие говорят, что как раз и послужила эта певица Хеллен Кейн прообразом знаменитой Бетти. И вот здесь эта фотография из журнала 1932 года, где написано, утверждается, что дизайн образа Бетти Буб был вдохновлён именно образом певицы Хеллен Кейн. Но вы знаете, что была ещё одна актриса, секс-символ немого кино 30-х годов, Клара Гордон Боу. Ух! Посмотрите, вот она здесь на фотографии. То есть претендентов на прообраз нашей знаменитой Бетти было очень много. Но вы знаете, когда я смотрела на фотографии этих обеих женщин, мне кажется, они настолько похожи, что действительно можно запутаться. Рыжеволосая Клара с накрашенными бантиком губами была красавицей и признанным секс-символом Голливуда в течение долгих лет. Некоторые, наоборот, утверждают, что Клара впоследствии стала подражать своему мультяшному образу Бетти. Рыжеволосая Клара, говорят, прославилась своими любовными романами и похождениями. И её мультяшная копия Бетти Буб по крайней мере в первые годы отличалась неприкрытой сексуальностью своего персонажа, что очень привлекало зрителей. Говорят даже, что знаменитая компания Ланком какое-то время с удовольствием пользовалась брендом Бетти Буб. И, казалось бы, всё шло хорошо, но, как гром среди ясного неба, в 1934 году вступил в действие кодекс Хейса «Свод правил» о том, что можно, а что нельзя показывать в кино. И сложившийся сексуальный образ Бетти никак не соответствовал новым правилам и подвергся радикальной цензуре. Юбки стали длиннее, исчезла откровенная декольте. Сама Бетти второй половины тридцатых уже не вольная девица, а одинокая дама-хозяйка. Персонаж тут же потерял шарм, а вместе с ним и зрительский интерес. Для поддержания кассы в фильмах с Бетти начали вводиться новые персонажи, такие как моряк Папай, но зрителей это не вернуло. И пришлось в 1939 году проект закрыть окончательно. Ну а в наше время, как вы видите, проект Бетти Буб получил новую жизнь. И, скорее всего, вы тоже где-нибудь обязательно встречали эту красавицу Бетти Буб. А я очень рада, что посещение этого кафе дало мне возможность рассказать вам вот эту историю об этом секс-символе 30-х годов. И, возможно, она вам понравилась. Следующая моя история, ещё, наверное, более интересная. Это история о английском художнике-карикатуристе Дональде МакГилл. Я, как обычно, гуляла в Райде и вдруг увидела на одном из зданий вот такую вот надпись, медальон, на котором было написано, что это наследие города Райт. И здесь написано, в сентябре 1953 года полиция конфисковала и изъяла 1087 почтовых открыток Дональда МакГила при обыске вот данного магазина. И после обыска вот этот магазин, он обанкротился, потому что он очень маленький. И посмотрите, он находится на самом-самом побережье в центре города Райт. И меня эта история очень заинтересовала. Я решила узнать как можно больше и об этом художнике-карикатуристе, и вообще, что здесь случилось. Оказывается, что здесь же неподалёку есть музей открыток Дональда МакГила. Поэтому давайте мы посетим этот музей, и я вам всё подробно расскажу. В 2010 году внук МакГила открыл здесь, вот на острове Уайт, в Райде, музей своему деду. Музей открыток. Сказать по правде, я здесь никогда не видела этот музей. Вот он здесь, мне сказали, в старинном, вот в этом вот здании викторианского стиля. Здесь в основном маленькие магазинчики вот такие. Сейчас будем смотреть. Вот написано музей. И вот он тут, пожалуйста, вам открыт. Конечно, получается, что если вы не знаете, то вы не найдёте. Ну, давайте спустимся и посмотрим. Здесь, видите, англичане какие молодцы. У них есть приспособления везде для людей с ограниченными возможностями. Ну, вот, как вы видите, музей этот очень маленький. И, кстати, 4 фунта просят за вход. Я удивилась. Он мне сказал, ну, это выпить только с тортом чашечку кофе и та же самая цена. Я говорю, ну, в принципе, да, конечно. Вот. И вот это вот смотритель этого музея, он мне объясняет. Классная вещь, смотрите. Видите, за шторкой специально висит. И вот я сейчас вам объясню поподробнее. Так вот, это именно серия пикантных открыток, так называемых, благодаря которым и прославился Макгилл. Эти открытки назывались пикантные открытки, или еще дерзкие в переводе, или непристойные открытки, которые были запрещены на курортах по всей Великобритании более 50 лет. А вот в 1953 году более 2000 открыток было уничтожено при конфискации по всем магазинам. Ну, и специально в этом музее показано, что вот они такие запретные висят за занавеской. Хотя, конечно же, спустя 56 лет все это снова открыто, и открытки эти снова стали печататься. И стоят сейчас эти копии не очень дорого. А вот если вдруг у вас оригинал в руках окажется, то сейчас оригинал такой открытки стоит от 1000 фунтов стерлингов и выше. Вот как раз я показываю вам, я нашла немного таких пикантных открыток. Они все с подписями. Некоторые подписи, вот видите, даже такие довольно длинные. Но если вы не носитель английского языка, то порой бывает очень трудно понять пикантность смысла написанного. Иногда игра просто слов, которые произносятся одинаково, а пишутся по-разному. Ну, и смысл имеют английские слова совершенно разный. Поэтому чаще всего иностранцам вот эти вот открытки перевести сложно и понять смысл. И я, конечно же, спросила у смотрителя этого музея, а есть ли у них оригинал открытки. И вот он мне сказал, что да, есть вот здесь, в этой полицейской машине почти 1000 штук оригинальных открыток могила. Я говорю, надо же, как интересно. А вы их не продаете? Нет, не продаем. А почему они вот находятся в такой полицейской машине в грузовике? Он расхохотался и сказал, что ну, мы примерно сделали так, что здесь якобы это все было конфисковано. Ведь тогда проходил рейд и более 5000 открыток конфисковано было по всему острову Уайт. Вот в маленьких таких киосках, как я показала вам. И вот якобы вот эти вот открытки, конфискованные полицией, здесь как раз и сохранились в этом автомобиле. Ну, такой маленький опять английский прикол. Конечно же, это просто сделано для музея. Ну, вот открытки, говорят, там все оригинальные, то есть огромные деньги здесь в этом музее находятся. Если каждая открытка стоит 1000, а там этих открыток, как он мне сказал, тоже 1000, то это получается миллион фунтов стерлингов. Ну, да ладно, дело не в этом. Самое интересное, что сам Дональд МакГилл, он жил всегда очень бедно, и открытки его стоили копейки. И хотя он был очень плодовитым, и, по-моему, за время, когда он эти открытки рисовал, он их выпустил более 12 миллионов. И они выходили все огромными тиражами. Ну, а потом, в 1953 году, случилась такая история, почему эти открытки были конфискованы повсюду. Потому что, опять же, вышел закон о том, что цензура не пропускает настолько пикантные открытки. И все эти открытки были изъяты, большинство из них сожжены. И говорят, что Дональд МакГилл в 1962 году умер просто, в общем-то, практически нищим. У него осталось 760 долларов после его смерти. Но 760 долларов на тот момент – это примерно 15 тысяч фунтов стерлингов, если говорить на сегодняшний день. Ну, а сейчас, возможно, вы видели тоже, кто бывал в Англии, вот эти открытки. Если интересуетесь, можете найти в любом почтовом киоске. Они продаются и стоят недорого. Вот можно такие найти интересные кружки. Это фото-автопортрет Дональда МакГилла, который очень популярен и который ему тоже нравился. А сам Дональд МакГилл выглядит вот так. Так, он прожил 87 лет. Все это время он жил в Лондоне и был очень-очень плодовитым художником. Он, говорят, рисовал по несколько открыток в день. Кому-то нравится его юмор, а кто-то считает это очень вульгарным. Тем не менее, его открытки можно узнать сразу. Если когда-нибудь вы попадете на остров Вайт, добро пожаловать в этот музей. Очень-очень интересно здесь все. Ну вот, друзья, сегодня я неожиданно показала вам сразу два очень интересных места. Ретро. Расскажите мне, пожалуйста, я хочу услышать вас. Что вы думаете об этом? Хотели бы вы полностью посмотреть тот музей? Там, как вы слышали, сказал хранитель этого музея, что более тысячи фотографий у него. Ну и, если желаете, мы можем еще раз посетить. И я вам просто покажу эти классные открытки. Вот. Ну, а в кафе, конечно, 50-х годов я зайду обязательно. Мы там с вами посидим, выпьем чашечку кофе и еще поговорим о многом. А на этом я с вами прощаюсь, друзья. Сегодня у меня все для вас. Берегите себя, пожалуйста, в это трудное время. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok